Не переходите на YouTube, не становитесь блогерами, мест, блядь, нет. Ясно? Пошли в задницу, кто работать будет? Нахуй творческих людей, ебучие мамашки. Хорошо, что ты заплатил мне целых 15 тысяч за интервью, но с другой стороны, если кому-то когда-то не нравилось, они просто нахуй шли. Ну, я жду, когда заблокируют мой канал. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами СКГ, и совсем давно-давно, очень давно это было, в прошлом году, я разговаривал с таким человеком, как СРТИМ, мы с ним неплохо пообщались, но это получилось очень спонтанно, и сегодня мне удалось договориться с таким человеком, как Вечный, я очень давно смотрю его канал, и мне очень нравится то, что он делает, и, собственно говоря, он согласился, и мы решили записать вот такое вот коротенькое интервью. Я отобрал ваши вопросы, которые вы мне предлагали в посту, отобрал самые лучшие и парочку своих, так что, собственно говоря, давай начнем. Первый вопрос, ну, слишком банальный, может быть, простой, как дела, как жизнь, чем занимаешься на данный момент, что вот вообще, как оно живется? Ну, я жду, когда заблокируют мой канал. Да? Хорошо, что ты заплатил мне целых 15 тысяч за интервью, и теперь я буду на них жить, оплачу квартиру. Кстати, вот по поводу блокировки канала, ты же предполагал, что это рано или поздно может произойти? Не знаю, но все предполагают, кому страйки постоянно кидают. Подожди, получается, это кто-то намеренно кидает тебе страйки, то, что вот не нравится, то, что ты высказываешь? Ну, там на другое кидают, как правило, там какие-нибудь ебучие мамашки, которые мне нравятся, что я говорю, не стоит рожать детей, если не можете там их содержать. А, то есть это прям вот на такие ролики провокационные, да? Ну, типа того, да. Блин, ну слушай, а вот допустим, ну, я так понимаю, он у тебя еще ведь это, живой, то есть живет канал, вроде как еще держится. Ну, я сейчас снимаю, я не могу видео загружать сейчас. А, то есть уже это даже заблокировали? Угу. И то есть оно не пропадет, эта блокировка? Пропадет через две недели, потом через 5 ноября страйк снимут, возможно, один, ну и тогда все нормально. Но до 5 ноября время много, мне успеют накидать третий, а третий окончательная, как бы, блокировка, все, до свидания. Ага, и что ты в таком случае собираешься делать? Делаешь второй канал, который у тебя Вечный 2.0? Ну, я новый заведу какой-нибудь. Вечный 2.0 так и останется смешным каналом, где я стираю носки. Слушай, ну, он, блин, кстати, довольно-таки забавный, особенно мне, на самом деле, его забавно, знаешь, в комментариях наблюдать, когда ты сам себе пишешь эти вот комментарии. А некоторые думают, что это, короче, ну, знаешь, кто-то настоящий, что это кто-то другой, что это не ты. Я видел, да. Вот, это достаточно так-то прикольно. Ну, блин, слушай, на самом деле, блин, это печально. Вот ты же сколько канал-то ведешь, на самом деле? Ты же лет 5 его ведешь уже. Ну, 4 года, да, где-то так. А вот когда, вот, я помню, я как подписался на твой канал, я сидел, короче, слушал Bring Me The Horizon и нашел паблик по нему. И ты потом там какой-то из своих роликов, короче, по-моему, первый раз ты его запостил, и в комментариях начали, я помню, агриться, типа, что это такое, а кто это такой. А потом, ну, я понял то, что это, как бы, ну, тот, кто паблик держит. Вот, я что-то зашел, подписался, не помню же, что за ролик, но это был один из первых, когда вот ты только начинал, и я вот, короче, тогда это подписался, мне прям что-то вообще понравилось. Вот, а почему именно вот паблик Bring Me The Horizon, почему именно через него решил продвигать канал? Так это же мой паблик, через что я по-твоему должен продвигать, если свой ресурс, через него продвигаешь, как бы. Не, ну, типа, знаешь, иногда так то, что паблик не по тематике, то что, или ты надеялся, что хоть кто-то, но зайдет? Ну, кто-то всегда заходит, как бы. К тому же ролики я часто делал специально под тематику этого паблика, чтобы люди пришли. Но, с другой стороны, если кому-то когда-то не нравилось, они просто нахуй шли, и все, как бы, я что хочу, то и делаю, через чего мне будет кто-то указывать, что я там должен постить, а что нет. И вот, когда у тебя вообще вот пошел, вот ты заметил, что канал действительно уже становится успешным и набирается какая-то популярность? В июле этого года, до этого я считался днищем. Ну, сейчас я просто около днища, вот. Я просто помню, у тебя был момент, когда ты выложил ролик с бассейном, он набрал что-то, по-моему, что-то сколько-то миллионов просмотров, его даже по телеку крутили. Я даже этот видел, репортаж, по-моему, по первому каналу это было. Ну, это да. Это что-то доброе утро там, или что? Это не считается. Это все хуйня. Да? Там просто огрызки тупые пришли на канал, которые ждали, что я буду каждый день в бассейне купаться. А, блин. А то есть ты хотел на тот момент уже, чтобы действительно вот та тематика, которую ты сейчас занимаешься? Я всегда хотел, просто иногда хочется расслабиться, если получается весело, почему бы не выложить. Ну, слушай, это было реально весело, забавно. А, блин, вообще, как эта идея пришла с этим бассейном? Как все, мы просто выпили и решили сделать. Ничего. Ясно. Я просто помню, а как вы там потом, долго убирали это все? Вот эту водичку. Блядь, ну ты на НТВ канал похож, если честно. Недолго. Недолго, быстренько. Час, может, максимум. Вот так вот. Ну, слушай, это было довольно-таки интересно. А вот смотри, еще вопрос, тоже один из первых, кто там человек задал. Откуда ты черпаешь свое вдохновение и чего ты хочешь достичь в будущем? Я черпаю вдохновение из материала, про который я снимаю, наверное, вот так. Ну, еще люди, которые, знаешь, так и есть, когорты подписчиков приближенных, с которыми мы общаемся, там, чем-то, разговариваем о чем-то и т.д. Вот приятно знать, что у тебя при такой, ну, уже не самой маленькой аудитории имеются такие люди, которые тебя мотивируют и которые всегда вот с тобой, как бы всегда тебя поддерживают. Правда, меня обычно бесит, когда меня кто-нибудь поддерживает, но все равно в плане мотивации для создания роликов это приятно. А вот делать, берешь мотивацию, когда вот у тебя бывают моменты, что, знаешь, ролик вот ты постарался, вот у тебя просто видел очень много раз. Я просто захожу на кухню, вешаю петлю на потолок и начинаю висеть. Вот, пока не проходит мотивация, ну, демотивация такая, вот, до тех пор висю, там, короче, подвешенный, задыхаюсь, думаю, блядь, как-то плохо, потом вроде нормально. Я не знаю, знаешь, как бы меня бесит, что у меня так и не получилось стать персонажем, от которого, ну, жрут все, что он выдает, короче. Поэтому мне приходится под аудиторию подстраиваться очень часто, и ролики, которые мне лично самому нравятся, они не заходят, и меня это еще больше бесит. Потому что люди не принимают то, что я хочу им давать, люди жрут то, что они привыкли, как бы, жрать. Есть множество людей, которые, как бы, где они появляются, тот же ебучий Соболев, куда бы он ни пришел, это всегда собирает просмотры, только из-за того, что это Соболев. И, по факту, ну, дебил дебилом, но сумел создать настолько сильный имидж, который, ну, просто бренд, имя Соболев, это бренд. Это не обязательно какой-то конкретный продукт в его видос. Это любой продукт, где он есть, уже автоматически становится качественным, ну, и, как бы, его смотрят, его употребляют. Вот, хотел бы точно так же, но нет, нет, увы. И поэтому мало роликов про книги, мало роликов про что-то там личное, с чем бы я хотел действительно поделиться. Из-за того, что это не будут, как бы, есть. А если они все думают, знаешь, как бы, снимай для вот этой вот маленькой, там, аудитории, которая ждет, там, 100 человек, вот этот самый отвратительный, самый пидорский аргумент, которых вообще надо банить всех таких людей. А ты, ну, люди должны понимать, что если ты снимаешь ролик, и чем меньше он собирает просмотров, следующий еще будет хуже, еще, и пока ты будешь гнуть свою линию, ты просто нахер уйдешь, и, я не знаю, опять Ролтона будешь есть. А мне Ролтона кушать нельзя, извините. А вот ты как думаешь, это проблема людей, или проблема именно то, что ты, допустим, не можешь вот найти что-то, чтобы заходило всем подряд? Ну, почему я могу найти, чтобы заходило всем подряд? Ну, это тогда тебе придется снимать от небосейна, получается, так что ли? Ну, я имею в виду, что, ну, люди просто хавают контент какой-то, остросоциальный, например, они его хавают и будут хавать. То есть, в принципе, можно найти вот этот баланс? Дума в том, что мне не всегда это нравится, как бы, вообще, в принципе, какие-то темы. Ну, я знаю, что они будут съедены, и это будет положительно влиять на канал, и, соответственно, мне приходится их делать. Ну, я не буду говорить какие-то конкретно ролики, мне не нравится, но много как бы не нравится. Хорошо сейчас я начал разбавлять вставками вот этими вот, извини, что перебил, которые мне хотя бы какую-то отдушину для творчества как бы дают. Просто я вот помню, у тебя недавно ролик тоже, я заметил, стрельнул, про шмот, вот про шмотки ты прям снял. Да. Казалось бы, ну, ролик как ролик, ты вот ожидал, что он зайдет так сильно? Ну, так сильно, конечно, нет, он почти миллион собрал. Ну, блин, все-таки это так-то, блин, неплохо. Лям просмотров, это тоже ведь надо постараться. Ты вот сколько над этим роликом работал? Ну, я не помню, ну, я же там заявления всякие писал, он как бы не рождался из того, что это просто ролик. Это была моя история, которая тянулась там, ну, у меня же есть какие-то свои дела и т.д. И в итоге эти дела целиком вылились как бы в цельную руку, вот так. То есть, все-таки то, что происходит в жизни, оно иногда может... Ну, это потому что касалось всех других людей очень сильно. Потому что это вот, да, действительно такая проблема была, которая, то, что вот предъявляют за это. Просто на самом деле, я когда смотрел, просто вот в голове не укладывал, что такое в принципе может быть. То, что такое происходит. Но, к сожалению, такое действительно происходит, и это, конечно, очень печально. Тогда вот следующий вопрос тоже задавали. Занимаешься ли ты благотворительностью? Нет, ты что? Мне нельзя, мама не разрешает. Что значит благотворительность? Ну, я озвучиваю книгу сейчас для инвалидов и делаю это бесплатно. Это благотворительность? Наверное, да. Ну, да. Ну, или там, не знаю, поддерживаешь ли ты каких-нибудь, там, не знаю, тоже так же творческих людей, еще кого-нибудь. Да нахуй творческих людей. Детские дома, многодетные семьи, это окей. Вот. А вот можешь тогда поподробнее рассказать, что за книга, которую ты сейчас озвучиваешь? Метро 2033. Нифига. Кстати, я вот читал вот эту трилогию, мне понравились только вот первые две книги, а вот последние, к сожалению, что-то как-то слабоватенько, как мне показалось. Я уже месяц где-то озвучиваю и до 73-х страниц как бы дошел. Слушай, а вот это вообще вот, допустим, озвучка, просто у меня, ты видишь, канал, я как, типа, ну, как около озвучки, я вот делаю кавера, и вот насколько сложно озвучивать? Да не сложно, просто голос очень быстро устает, на самом деле, говорить, интонации расставлять в предложениях. Как бы я по часу трачу, и после этого просто, эээ, думаешь, наконец-то глотка отдохнет. Вот, смотри, ты, получается, записываешь на вот этот микрофон, по которому мы сейчас с тобой говорим, или прямо на студии на какой-то? Ну, это сложно назвать студией, но да, в библиотеке для слепых я это делаю. Забавно, ясненько. Так, вот еще один вопрос, на самом деле какой-то немножко странный, но все же его задали. Хотел бы ты набить себе татуировку с названием твоего канала? Нет, не особо нет, вряд ли. Зачем? Этот канал, он слишком много проблем вызывает. Так что он не достоин быть набитым. Да, это не самое положительное событие. Особенно, если его вдруг сейчас, ну, вдруг он, если вообще исчезнет, то смысл. Ну, ясно. Ну да, в последнее время, конечно, что-то на самом деле не то, что в плане, вот я скажу, страйков, да, каких-то. Вот меня, например, очень сильно на моем канале мучает вот этот вопрос по авторским правам. То есть, допустим, я нахожу песню, на которую хочу сделать кавер, делаю его, перед этим я заливаю минусовку на канал и жду, допустим, день-два, чтобы на нее ничего не прилетело. На нее ничего не прилетает, то есть она действительно без авторского права. Это просто кто-то взял свой минус, сделал, пожалуйста, типа, берите, пользуйтесь. Я заливаю свой кавер со своим голосом, и мне прилетает страйк от каких-то непонятных людей. То есть это прям набор каких-то ассоциаций вот этих, которые, компании, которые что-то это отслеживают. И они кидают вот так страйки просто всем, кто... Ну, ты хотя бы растягиваешь композицию немного? Я и тональности меняю, и там немножко ее как-то эквалайзером режу, вот эту всю фигню эту делаю. И единственное, что меня сейчас спасает, это то, что вот я сижу сейчас на партнерке от Адсенса, ну, то есть напрямую, и там можно поставить галку, что, типа, это кавер. И ты можешь вот этот доход, который, если они вдруг у тебя забрали, эти гады, то я получаю все равно какую-то часть. Но все равно хотелось бы полный, типа, доход иметь, потому что у меня там один кавер почти на 200 тысяч уже стрельнул, а я с него только 50% получаю. Ну, типа, что это за фигня? Вот. Так что, вот, по авторским правам, у меня тоже один знакомый, он просто напел, он просто напел ламбаду, и ему прилетел страйк. Хотя он просто ее напел, типа, вот эту вот мелодию, ла-ла-ла, что-то там. То есть это, как будто это, знаешь, намеренно делать. Потому что я помню, в 2013 году, когда я только начинал, не было такой фигни. То есть было как-то, не знаю, помягче, ты мог просто в описании указать название песни, допустим, и все. И то есть у тебя, допустим, если даже прилетало что-то, то оно снималось. Я прямо это помню, я от этого избавлялся, просто указав автора песни. То есть сейчас такое на ютубе, я вот не знаю, работает или не работает. По-моему, не работает. Вот ты как вот музыку на фон выбираешь и ставишь? Тоже ведь отобираешь, чтобы она без авторских прав была? Нет, я растягиваю. Чтобы она замедленная такая, что ли, была? Угу. Ага, интересно. Ну, слушай, я попробую что-нибудь такое, посмотрим, как это работает. Так, вот еще, но это вопрос уже от меня. Я недавно, кстати, недавно совсем узнал об этом. У меня появилось в ленте, в новостной, твой музыкальный проект, где ты на пианино играешь, типа неоклассики, что-то такое. Можешь о нем подробно рассказать и вообще, насколько серьезно ты занимаешься? Репетитора сейчас нанял, чтобы освоить азы музыкальные. Ого, нифига себе. Приделенно. То есть ты до этого в музыкальной школе нигде не учился? Нет, учился. То есть сам начал вот с нуля. Ну, так как я не протестирую, как бы захотелось пополнить. Звучит прикольно. Мне на самом деле очень понравилось, когда я вот видел. Ты там, по-моему, запостил, короче, пост о том, что, типа, фу, какое что-то там фигня, кто это слушает, что вот такое ты написал. То, что люди добавляют. Я так послушал, мне прям зацепило. То есть прям довольно-таки забавно. А почему, допустим, ты решил не просто вот музыку делать, а еще делать музыку, и на фоне этого какое-то вот у тебя там типа стихотворение что-то, или какие-то мысли? Это тоже как бы донести, что ли, чтобы что-то словарить? Ну, передать настроение, да. Была бы студия, я, может, попробовал бы записать давно вокал или что-нибудь в этом роде. Ну, или поучиться вокалу. Вот. Но в панельном доме сильно не повокалируешь, поэтому я шепчу по ночам, так сказать. Ну, слушай, все равно так-то получается неплохо. А вот на этот, на iTunes не пробовал выкладывать, типа, альбомы? Не, не хочу. Зачем? Не хочешь? Потому что я вот помню, до этого, короче, когда начинал, я типа тоже начал там биты какие-то писать, что-то такое. И попробовал выложить на iTunes, но на iTunes там выкладывать, по-моему, платно. И я нашел какой-то сервис, типа, они через него что-то выкладывают, короче, как-то. И у меня получилось, короче, две своих мелодии выложить. То есть там, если вбиваешь, они, типа, висят на iTunes, и, типа, их можно купить, и они, по-моему, типа, авторское право на них вешается. То есть, в принципе, это вообще на самом деле не так сложно. Вот. Потому что я вот тоже думаю над тем, если вдруг я вот сейчас до Нового года буду так же продолжать делать эти кавера. И если вдруг они так вот, и ничего-нибудь еще не стрельнет сильно, то я, скорее всего, наверное, уйду что-нибудь в музыкально какой-нибудь начну делать какие-нибудь альбомчики. Тоже что-нибудь писать. А вот в плане музыки ты тоже откуда вдохновение берешь? Вот мелодию, чтобы написать? Тут. Из души, из сердца. Вот на самом-то деле, по поводу музла, блин, это тоже так-то, я помню, тоже пытался сесть, чтобы записать что-то такое, знаешь, такое лирическое, чтобы оно тихонько так играло. И я вот сажусь, и я понимаю то, что это, что я это уже где-то слышал, что это не мое, это я взял где-то, что-то вот такое. Да, у меня тоже такое бывает. Я хочу, чтобы это, знаешь, вот ты сел, чтобы оно прямо из меня вот перло. Но я пока вот не могу это найти, чтобы здесь вот так записать музыку. Позже как это искать, но может быть что-нибудь когда-нибудь это перейдет в голову. Вот. Также еще люди спрашивают, почему твой канал называется Вечный? Почему Вечный? Ну у меня охуенно на это есть ответ, потому что у меня фамилия в паспорте такая. А, ну все, ну вот все, друзья, если вдруг, все, фамилия в паспорте. Потому что я тоже помню, когда я начинал, я такой думаю, как назвать канал. Я начал перебирать всякие варианты, там, мистер Семен, мистер какой-нибудь еще, просто там Сема или что-то. Потом просто такой, фамилия имя, Семен Скугрев, все. То есть это сейчас я там канал поменял на СКГ Рекордс, типа фамилия там Скугрев, СКГ, чтобы Рекордс записи. А до этого все было просто фамилия, имя. То есть, потому что, ну, ничего другого, в принципе. У тебя, наверное, так же, да? То есть ты ничего не мог другого придумать. Поэтому просто. Но оно, кстати, прикольно звучит. То есть прям тоже нравится. Так. Вот еще также был вопрос. Тоже кто-то задавал. Как часто меняются твои взгляды на жизнь? Да не особо изменились с 18, наверное, по 17 это был такой рубеж, когда все устаканилось. Сейчас, наверное, ну, приблизительно то же самое. Плюс-минус там. То есть до 18 ты мог как-то по-разному, да, на все смотреть? А потом ты уже как бы выбрал. А вот смотри, 18 лет. Ты знал, что будешь ролики делать? Нет, конечно. Не предполагал даже? Нет. Это случилось случайно. Я напился и сделал первое. А, нифига себе. Вот оно, что бывает. Ясно. Также вот задают вопрос. Как любишь проводить свободное время? Куда ездишь отдыхать? Я езжу отдыхать. Я не знаю, куда езжу отдыхать. В соседнюю комнату. Как будто я каждую недельку от выезжаю. Я не знаю, бля. В свободное время я гуляю, читаю. Ну, вообще ролики предпочитаю как бы снимать. О, достаточно, мне кажется, этого. А вот читаешь что в основном? Какой жанр? Или все подряд? Что, тоже книжный клуб с канала проигноришь постоянно? Не-не-нет, я смотрел у тебя книгу про этот, который... Мне понравился ролик, сейчас скажу какой. Про Орла, по-моему, ты делал, да? Нет, про Орла, ты делал 1900 вот эту книгу. Да, это давно был, да. Вот этот ролик мне прям, я помню, не очень взошел. Вот. Так. Ну, никакой фантастики, в общем, стараюсь не читать. Так. То есть, все-таки ближе как бы к... Ну, ближе к реальности, да? Угу, ясно. Так. Вот этот вопрос мы уже, наверное, говорили, про то, что вот откуда берешь мотивацию, когда вот, не знаю, не знаешь, допустим, что делать, откуда вот заряд энергии взять. Потому что, знаешь, у некоторых людей такая проблема, допустим, они видят что-то и что-то хотят сделать, вот, но они просто не могут это даже начать. Вот как вообще людям что-то начать делать? Что бы ты посоветовал? Выпить. Выпиваешь, все получается. Сразу, как говорится. Да. Глаза страшатся, а руки делают. Ясно, ясно. Вот еще был вопрос. Какой у тебя девиз по жизни? Спи, ешь, не старей. Главное сердцем не стареть или тело? Нет, нет, внешне главное. Сердце срать не может. Пусть хоть все в морфинах будет. Ясно, ясно. Слушай, ну, забавно. Также вот еще вопрос тоже задавали. Какое у тебя вообще отношение к деньгам? Потому что у тебя, короче, был ролик на канале, помнишь, где про депутатов, которые что-то 300 тысяч получают и жалуются, что как бы это маленькая зарплата. Вот эта всякая фигня. Вот, допустим, если бы ты сейчас получал по 500 тысяч, по 600, ты бы как бы изменился как человек или ты бы остался вот таким, каким был? Как думаешь, сильно бы деньги тебя поменяли? Не знаю. Сложный вопрос. Я предлагаю тебе просто перевести мне 500 тысяч как бы. Хотя бы, дорогие друзья, давайте... Потом позвонить мне в скайп и спросить, типа, ну, чё, как? Если я не подниму, например, тогда, да, походу, зажрался только. Это знаешь, как я помню, мы тоже с моим знакомым, может быть, ты даже его знаешь, мистер Лизард. Знаешь его? Вот. И мы с ним так болтали и такие говорим, как вот нужно людям помогать? Для начала люди должны помочь мне. Поэтому, друзья, если вы хотите помочь в Вечному, то давайте мне 500 тысяч, а потом я ему скину сколько-нибудь. Все будут равны, все будут довольны. Потому что я считаю, потихоньку, если каждый помаленьку скинет, я стану там миллионером. Да. Так, вот ещё, кстати, довольно-таки интересный вопрос. У тебя был цикл роликов про Британию, и я на самом деле иногда что-то не понимаю. Ты сейчас проживаешь в Британии или ты туда ездил вот на лето отдыхать? Я туда ездил. То есть ты туда ездил, ну, чтобы отдохнуть? Как я мог вообще... Как я могу там жить, если... Если никто не покупает классные футболочки Вечность в моём сообществе, вот, ну, типа того, короче. Там очень дорого, поэтому нет, не по карману. Но ты сколько там смог, получается, на месяц, что ли, туда ездил? Поменьше, поменьше. На несколько, ну, на недельку, на две, наверное, да? Почти, да, побольше. А вот вообще, вот, чем она вот вообще отличается от России, там, вот, люди, какие вот у них плюсы и минусы ты можешь у людей выделить в Британии? Да, давай ты просто тут ролик откроешь, который никогда не переезжай в Британию, его включишь, пусть они его посмотрят. Ну, просто даже на твоём канале. Итак, ещё немного о людях. Когда мы сидели в детском парке, к нам подошёл какой-то мужик, они с Дэном разговаривались. Мужик рассказывать начал о том, где он будет выступать. И я думал, что это друг Дэна, потому что они так мило и очень хорошо общались. Однако, как оказалось, это просто незнакомец, который решил остановиться и поговорить. Вот настолько там менталитет дружественный, настолько там вот принятие, которое им, естественно, когда-нибудь и аукнется. Потому что подобное чересчур дружеское отношение, гостеприимное, оно всегда приводит к проблемам, потому что кто-то начинает этим пользоваться. Собаки гуляют без намордников, вообще везде. Меня это, естественно, бесит. И сначала я хотел сказать, что вроде как там собаки воспитанные, просто как хозяева, знаете, такие дружелюбные и т.д. Но пару раз на меня огрызалась-таки собака, поэтому закона там, видимо, запрещающего это нет. Однако там есть закон, запрещающий не убирать за собственной собакой говно. И это прекрасно, потому что дети валяются в парках, там принято валяться у людей, там это нормально. То есть ты идёшь, если кто-то сидит где-то, лежит там около бара, там, я не знаю, около магазина, это вполне нормально и всем на это плевать вообще. И ты можешь валяться в парке и с малой очень долей вероятности ты наткнёшься на какое-нибудь говнище. Потому что некоторые всё-таки не убирают, но для этого у них есть штрафы и там их действительно штрафуют. То есть тебе нужно постоянно озираться для того, чтобы положить собачье говнище куда-нибудь, кроме мусорки, да, и при этом не получить штраф. Про очереди. Когда я только приехал, там создавались три очереди. То есть для русских и остальных арабов почему-то, не знаю почему, для европейцев и для британцев. И вот эти вот очереди, запутанные такие специальные, чтобы люди долго шли вот так вот, чтобы очередь рассасывалась как бы сама собой, естественным путём, не создавалась давки. Она привита повсюду там. И я начал замечать, например, в метро, что когда там стоит какой-нибудь консультант, люди сами сформировывают подобные очереди и подходят по одному. У них есть какая-то такая культура и чувство личного пространства. Когда ты стоишь в очереди в магазине, например, люди не подходят к тебе вплотную вот так вот, типа, давай сейчас я тоже хочу что-то купить. Нет, они будут держаться метра полтора от тебя. То же самое касается железнодорожных касс, то же самое касается фактически любых мест, ну кроме метро, потому что там как бы давка, да, в час пик. Люди будут соблюдать твое личное пространство и тебе не будет дискомфортно от этого. Ты подходишь и тебе никто не дышит на ушко своим дыханием. В поезде я тоже очень много людей замечал, которые просто приходят и садятся. По поводу поездов, в принципе, это комфортные штуки, там ходят уборщики, но, как я уже говорил, люди там такие же хрюшки, как и у нас, поэтому не всегда уборщик успевает убирать. Ты можешь зайти и там будет грязный стол. По поводу билетов, я не помню, как я говорил или нет. По поводу билетов, ты можешь купить один билет из города, там, в Лондон из пригорода и включая все, собственно говоря, поездки на любом общественном транспорте. Метро, автобусы, ты все это можешь в одну стоимость вот этого вот билета взять. И потом, естественно, еще обратно приехать за этот же билет. Не знаю, практикуется у нас такое или нет, но, по-моему, это очень удобно для людей, которые работают в Лондоне и живут в пригороде. Там постоянно не работают турникеты в метро, я не знаю, с чем это связано, но там вот суешь билетик, он его облизывает, вытаскивает вверх и турникет не открывается. То есть там очень глюченная система, она вроде как новая, она выглядит, знаете, солидно, как будто это реальная какая-то технология, но она не обеспечивает должного уровня обслуживания. То есть ты можешь стоять, тупить, 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 у тебя будет билетик выскакивать, дверцы не будут открываться, и тебе придется искать какого-то охранника для того, чтобы куда-то пройти. Покажешь ему свой билет, собственно говоря, и он тебя, естественно, пропустит. Тем не менее, ну, технологии, конечно, подводят. Как я уже замечал, люди здесь любят большое пространство, поэтому они не приемлют вот это вот маленькие квартирки такие, вот скворечники, как у нас говорится. И страна маленькая, а простор есть, то есть есть раз дом, там два дом, нет вот такого вот, вот прям вот вообще стенка в стенку, что ты можешь с соседом поздороваться из соседнего дома за руку. И это, естественно, хорошо, потому что люди вообще не должны жить в каких-то студиях. Студии 12-метровые, 20 метров, придумали какие-то уроды, которые просто хотят издеваться над людьми. Что ты сделаешь в 20-метровой квартире? Ничего вообще, ты просто ляжешь, у тебя голова будет в окно упираться, а ноги ты будешь на лестничной клетке класть. А там ведь дует, потому что отопление не предусмотрели. В отличие от местных людей, власть очень заботится о различном озеленении. Поэтому все парки зеленые, повсюду какие-то вот площадки озеленения, огромные заповедники на территории Англии находятся, которые под постоянным контролем. Никакая река ни разу не воняла каким-то подозрительным дерьмом, какую бы я не нюхал реку. Она может, блядь, выглядеть грязной и мутной, как, например, вот эта Темза, да? Она не пахнет. Я не знаю, что они для этого делают, но, тем не менее, подойдите к любой речке в России. Я уверен, вот этот вот самый запах детства, блядь, с детства, вот как ты нюхал вот эту непонятную тухлую рыбу или что-то в этом роде. Вот, там такого вообще почему-то нет. И все заповедники, они, естественно, постоянно убираются, за ними постоянно следят. Если какое-то редкое дерево есть, его, естественно, огораживают. Браво, в общем, по поводу вот этого вот забота о природе со стороны государства на высшем уровне. То есть, гринпис не ассоциируется с чем-то. А-а-а, ты из гринпис. А, здравствуйте, сэр, вы из гринпис? Очень приятно познакомиться. Я такой же деловой человек из правительства. Вот, на таком уровне это воспринимается. Чтобы вы понимали всю соль проблемы медицины в Британии, допустим, у тебя что-то заболело, и тебе нужно сходить к врачу. Единственный врач, к которому ты можешь попасть, это терапевт. И от терапевта будет зависеть, попадешь ты к дальнейшему какому-то узконаправленному специалисту или нет. Из-за этого там постоянно такая фигня происходит, что люди занимаются самолечением 24 на 7, потому что от врача нормально не добиться выписки на дальнейшее, так сказать, обследование. Из-за этого запускаются болезни, и из-за этого очень часто элементарно запускается во что-то страшное. Это не касается скорой помощи. Если у тебя экстренный случай, то за тобой приедут, тебя будут лечить, все будет прекрасно, тебя будут осматривать нужные врачи. Ну, например, если у тебя тот же хронический тензилит, то хрен ты попадешь к отоларингологу, пока не миллион раз тебе не придется затрахать просто этого терапевта, чтобы он отправил тебя к специалисту. Они стараются сделать так, что весь удар на себя принимают вот эти вот врачи, а узконаправленные на них намного меньше людей доходят. То есть все стараются вылечиться вот в такой ступени первоначальной. Идеально вообще вылечиться через магазин, потому что там всегда в магазине есть все самое необходимое. Но не бойтесь, если у вас действительно будет что-то серьезное, и вы вызовете скорую, то все медикаменты вам дадут, и не будет такой ситуации, когда вам скажут, ну, извините, сегодня закончилось, как бывает у нас, здравствуйте, когда я лечил горло, и мне говорили, ну, сегодня этого нет, завтра этого нет, типа, приходи, и все равно все нормально. Прямо бесполезная бесплатная медицина называется. Но британцы как-то к этому привыкли, и они считают это чем-то нормальным. Если они надумают менять эту систему, я уверен, что у них это получится. В Британии можно пить за рулем. Одну пинту ты можешь выпивать в баре каком-то и уезжать куда тебе угодно. Если тебя остановят, проверят, одна пинта это нормально. Перед тем, как вы поставите лайк на это видео, я бы хотел сказать вам вот что. Самое обидное, ну, во-первых, я подытожу, интернет и медицина это факторы, которые для меня лично приоритетны, и я бы не стал рассматривать в качестве ПМЖ. С другой стороны, ты видишь менталитет людей, а в стране самое главное это люди. И медицина, интернет это исправимые вещи. Например, как был в Бежицке такой люд, так он там навсегда и останется, ничего вообще не меняется. Культура, воспитание, дружелюбие, умение терпимости проявлять, конакомыслию, ничего этого в России нет, а там есть. И это прекрасно. И если вы хотите ехать куда-то за людьми, за тем, чтобы жить и чувствовать себя человеком, наслаждаться общением, наслаждаться уютной, теплой обстановкой, в Британии это ваш выбор. Сильное было впечатление первое? Или ты такой, ну Британия, как Британия, ну отдохну, пожилу? Не, не, сильное было, сильное было очень. Прям все кардинально меняется. Прям как будто выпил, но еще не пил. Ты прикинь, в этот же вечер я еще и выпил, вообще двойное, непонятно, что происходит. Я помню то, что ты там в ролике гулял, не мог найти дом, тебе говорят, кто-то за тобой гнался. По-моему, у тебя на втором канале есть... Да, да, недавно выкладывал. Ясно. Ну, я думаю, в принципе, вроде как про все спросил. Ну, еще по поводу, кстати, вот это тоже довольно-таки... У тебя тоже на канале было много роликов на эту тему. Вообще, вот, когда ты, ну, ну вот по поводу татуировок... Стоп! Когда ты стоп... Нет, ну когда вот ты понял то, что будешь набивать себе татуировки? Ну, после 17 лет, я понял. То есть, типа, решеткой, да, возьму и набью. А вот почему захотелось желания? Ну, я не знаю почему, слушай, это сложно. Может, я так совершенствовал себя, потому что пластическая хирургия мне не по карману. Ну, хотелось как-то немножко измениться, да? Да. Ясно. Просто вот у меня вот тоже, ну, некоторые знакомые есть, которые там, допустим, ну, вот только-только 18, там, или 17 исполнилось. А вот у одного знакомого уже так же, как у тебя, вот тоже на горле татуировали. 21! Или после 20, короче, татуировку ты первую сделал. Вот, что я тебе скажу. Я думал раньше. Нет, нет, нет. Ну, то есть, 18 лет ты уже хотел набить себе татуировку. Я не помню, что было. 18 лет, это, блядь, 10 лет назад был еще. Офига, блин. А получается, тебе сейчас сколько лет? 28? 27. 27. Знаешь, возраст на самом деле опасно страшный. 27. Знаешь, есть такой клуб. Я не музыкант, так что мне срать. Я не стал богатым. Я все со мной нормально буду всю жизнь жить. Счастливо и мирно. Да, вот. Я думаю, можно, в принципе, потихоньку заканчивать. Какой вот ты можешь дать совет, допустим, подрастающему поколению, моим зрителям, кто сейчас посмотрит этот ролик, вот чтобы по жизни. Я знаю один очень качественный совет, который я понял на протяжении четырех последних лет. Я этот совет понимал и для того, чтобы передавать его молодым поколениям. Не переходите на YouTube, не становитесь блогерами. Мест, блядь, нет. Ясно? Пошли в задницу. Кто работать будет? Вот. Я думаю, что это будет. Ну, это сейчас, да? То есть, вот эти последние четыре года. Потому что я-то начал лет пять назад. Я давно уже. Не, на самом деле, вот, допустим, сейчас действительно, на самом деле очень сложно реально вот прийти, начать что-то делать. Потому что просто тупо уже непонятно, что вообще снимать на самом-то деле. Хотя, на самом деле, можно делать какие-то, знаешь, самые простые банальные вещи, вот, типа, там, я не знаю, реакции каких-нибудь или каких-то челленджей. Но, допустим, даже если бы ты это делал, тебе бы не было стыдно за это? Или было бы стыдно? За реакции? Нет, не за реакции, вот за эти, знаешь, челленджи там какие-то, там, что будет, если там кинуть кирпич в машину, там, или еще что-то. Я не знаю, я никогда не задумывался. Я кирпичи в машину просто так кидал, мне это раньше нравилось в детстве. Вот, я просто не догадывался, что на этом можно зарабатывать. А в то время-то, вот, интересно, был ведь уже YouTube, наверное? Не знаю, у меня интернет появился в году, в 8-м, 9-м, так что. У меня где-то тоже, где-то так, у меня где-то в 2011-м, 2012-м появился, потом я себе комп уже купил, и потом я уже такой, что-то я, ну как вот у меня это было? Я просто смотрел тоже ролики, я такой думаю, а чем я хуже? Дай-ка я тоже что-то попробую поснимать. А я такой, такой, захожу и понимаю, а что я могу снимать? Я умею только играть. Ну, я типа начал, короче, канал, типа, сначала с игр, а вот сейчас как-то пришел к этим каверам, и вот я думаю, эта рубрика на канале, она останется. То есть я хочу... А что, игры не зашли? Игры на самом деле у меня зашли. У меня один ролик стрельнул на миллион просмотров, другой там на 700 тысяч, третий на 500 тысяч, потом 400 тысяч, ну и ты понимаешь, что все меньше, 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 меньше. И в итоге я дошел до того, что я даже тысячу просмотров не мог набрать. Вот. Но в те времена это достаточно было как-то круто, и на самом деле, ты знаешь, было само собой. То есть я просто садил, садился, записывал, такой записывал ролик, выкладывал, он собирал 500 тысяч. И я даже не чувствовал, что я даже как-то прилагаю какие-то усилия, не знаю, вкладываю в душу, что ли. А вот сейчас, допустим, если я прям сижу, записываю это все, свожу, обрабатываю, делаю перевод, то, ну, просто таких просмотров, я не знаю, можно ли в этой тематике достичь миллиона просмотров, потому что, ну, фиг его знает, как это вообще сделать. Вот. Ты вот, когда садишься записывать ролик, ты вот, допустим, у тебя есть такое чувство, что сейчас сделаю его на отвали, и он должен зайти, а если вот постараюсь, он не зайдет, и часто ли бы вот это ожидание, оно оправдывается, или? Ну да, когда я думаю, что я сделал что-то охуенное, ни хуя не заходит. А если делаешь на разговоре? Да, я бывал вообще просто на такой коленке что-то там снимал, два раза буркнул, и все. И заходит. Да. А вот не кажется ли тебе, что это, это и есть секрет успеха, минимум стараний, максимум результата? Не знаю, не знаю, я видел качественный канал с миллионами просмотров. То есть все равно стараться надо? Еле люди стараются, да. Ну блин, вот так же вот так посмотришь, вот они стараются, постараешься ты, и ни хрена не получается. А ты рекламу их купи. Да, вот реклама. А кстати, вот по поводу рекламы, сколько вообще денег ты потратил на рекламу канала? Ну всего тысяч, наверное, 30, за все время. То есть и в принципе 30 тысяч этого хватило, чтобы... Не, по-моему, бесполезная по факту, неинтересно. То есть вообще отдачи не было? Ну была она, но она такая сраная. Самое главное, ни ка не берите рекламу в пабликах. О, по поводу пабликов, да. Я просто несколько месяцев назад я брал рекламу там в некоторых пабликах. Просто отдача нулевая. Мало того, что не то, что просмотр не приходит. Так ты смотришь на паблик 100 тысяч, я в нем покупаю рекламу. Пост вроде залайкали, вроде даже кто-то порепостил. А на канале вообще просто ситуация нулевая. Потому что как будто это, знаешь, активность именно в сети, то есть ВКонтакте, а не на Ютубе. То есть людей сложно сейчас с паблика как-то загнать на Ютубе. Потому что я помню, раньше это работало в году, так может, 13-12. То есть люди действительно как-то покупали рекламу в пабликах и спокойно могли там как-то канал бустануть там с нуля до тысячи. Сейчас, ну, это действительно. Значит, вот сейчас только есть смысл брать рекламу напрямую, да, природу? Ну да. И сколько вот, допустим, человек приходит, минимум 30 тысяч нужно тратить на рекламу? Или можно просто чисто своими силами поднять? Да можно вообще своими силами, да, это не очень хорошая штука. Просто дорастаешь до конца канал, сотрудничаешь, дорастаешь до другого, сотрудничаешь. А часто тебе вот люди пишут в личку, чтобы вот так вот поболтать? Ну, два раза за месяц, да, этого вообще никогда, по-моему, такого не было. То есть именно поэтому ты мне ответил? Потому что, в принципе, никто так часто тебя не пишет. Потому что я представлял, что тебе там вообще в личку-то люди просто... Ну, я имею в виду, чтобы записать какой-то ролик. Вот школьник какой-то недавно звонил. Что-то мы с ним общались, он мне говорит, давай ролик запишем. Позвонил мне, я сижу, он говорит, вот, мне не нравится это, это, это. Ну, он на ютубе и показывает каналы. Я говорю, вообще похуй на эти каналы. Он такой, ну вот то-то-то-то-то-то-то. Я говорю, да, ну вообще срать, как бы, вообще просто без разницы. Я говорю, ну ладно. Ну и все. Мы, короче, с ним минут 20 сидели, пыжили, все-таки он ничего не записал. Так как он, грубо. Просто он думал, видимо, что он найдет поддержки какой-то. Я такой, ну мне срать вообще на эти каналы. Там какие-то инквизиторы, махоу, ну что такое. Ну, да-да, и знать про этих. Это, короче, это люди, которые с Лизардом тоже. Он же тебе, он же давно, я помню. Я вот на Лизарда, по-моему, как раз, кстати, с твоей рекламы подписался. Мы с ним даже потом постримили вместе. Забавно довольно-таки было. Потому что я на самом деле помню, когда я первый раз, вот, когда я смог поговорить с человеком, у кого там тысяч, по-моему, 30 или 40, это было, наверное, вот в году так, 2013. Когда я только начинал, для меня это оказалось чем-то, знаешь, невозможно, невообразимо. Но сейчас, по протяжении лет, вроде как понимаю, что это все-таки, в принципе, возможно. А вот кого ты на Ютубе вообще смотришь? Кто тебе нравится? Себя? Да. Самый лучший канал. Я делаю канал. Я сейчас редко что-то смотрю, только, может, что-нибудь, когда ем, там, Невзорова, Пучкова, там, что-нибудь историческое какое-нибудь включу, документалочку. Ну, в общем и целом, все, наверное, суши. Ну, то есть, так не залипаешь? Ну, прям, чтобы сидеть и смотреть, вот, смотреть-смотреть, не, вообще так не делаю. Мне лень. А перестанет? Я торчу на сериалах, как бы, поэтому... А, что, тебе вот такие сериалы смотришь сейчас? Вообще все смотрят. Все подряд, которые выходят? Ну, мне многие не нравятся, конечно, я их забрасываю, но так, в курсе. А вот какой самый плохой сериал за последнее время? Самый плохой сериал за последнее время? Про какой-то дебила, который садист и какую-то наглую грохнутую маленькую девочку. Два подростка каких-то, я не помню, как он называется. Но мне его посоветовали, типа, смотри, какой охуенный. А оказалось, что это какая-то сопли для школьников, короче, совсем уже, вообще, ну, просто. Я не знаю. Ясно. Не знаю, я вот начинал смотреть сериал «Сотня», и мне вообще тоже не зашел. Может, он взял такой? Ура, что-то. Там, короче, детей отправляют на планету, которая уже несколько тысяч лет заброшена от ядерной войны. Чтобы, короче, они проверили, есть ли там жизнь. А почему дети? А потому что дети. Они, типа, какие-то там преступники, и им надо, типа, вот, задание выполнять. Их туда отправляют, они туда прилетают, якобы, что-то там все в порядке. Но они отключают с себя какие-то приборы, их не могут найти. Я что-то смотрел, смотрел, и что-то уснул. Я понял, что мне вообще скучно. Потому что, на самом деле, когда я, допустим, начинаю смотреть фильм, если я начинаю засыпать на нем, то я просто выключаюсь. Мне прямо интересно, то я досматриваю. А часто в кинотеатр ходишь? Ну, редко. Может, раз в два месяца, вот так вот, в три, может, даже. Ну, я, в принципе, где-то так же. Даже, может, еще реже. Вот, кстати, с появлением 3D, что, вот, как интереснее фильм смотреть? В 3D или так же в плоском 2D-шном? Меня мутит от 3D, поэтому... Поэтому привычный фильм. Привычный фильм, чтобы 2D-шный, да? То есть, это классик. Ну, когда-нибудь технологии дойдут до того, чтобы не нужно было надевать очки, чтобы видеть изображение, тогда и поговорим. А, чтобы прямо, знаешь, пришел, и у тебя у нас все само-то купил. Ну, кстати, это, блин, было бы на самом деле, думаю, прикольно. А вот по поводу, кстати, тоже у тебя недавно последний ролик был. Марвел, что-то там вот эти фильмы. Где ты вообще нашел этот комментарий? На форуме на каком-то? Нет, это... Я же группу новостную веду в своем городе, своего города, вот там. Тебе мне написали, да? Ну, не прямо мне, но в газету местную. А как появилась идея сделать об этом ролик? Ну, вот как увидел, так и появилась сразу. То есть, типа, ну, ты подумал, что это может быть интересно? У меня жопа-то горит, сразу надо срочно сделать. А, ну, кстати, мне у тебя нравились ролики, где ты там, знаешь, сейчас я буду орать. Вот такие вот, хватит это смотреть. Блин, достаточно, на самом деле, вот интересно, но и в то же время понимаешь, что, блин... Как ты думаешь, все ли настолько плохо вообще сейчас в мире? В мире? Нет, все прекрасно в мире. А в России? Да нет, я не знаю. Смотря с чем, это какой-то абстрактный вопрос без конкретной сферы. Но в целом, как говорится, жить можно, да? В целом жить можно везде. Но не везде хочется. Ну, слушай, тогда спасибо тебе огромное. Надеюсь, нам зайдет, зрителям. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Я постараюсь этот формат продолжить. Надеюсь, он вам понравился. Вот, можете в комментах написать, с кем мне еще так поболтать. Подписывайтесь на Вечного, подписывайтесь на меня. Ну, у меня нет смысла, там уж почти все забанят. Вот, блин, ты давай там это... Ты же хочешь достичь миллиона, или нет? Нет. А ты бы хотел, чтобы именно вот эта тематика, она, допустим, вот, которую ты ведешь, чтобы она прям... Ее не только ты освещал, чтобы много кто занимался вот именно такой темой. Ну, ей достаточно, в принципе, занимаются. Мне бы хотелось, чтобы YouTube больше популяризировал подобное. Ну, ранжировал лучше, выводил лучше. Тогда было бы хорошо. То есть, все-таки, ты считаешь, что YouTube, он как бы все равно все алгоритмы, по которым он... Определенные ролики он пихает, а определенные нет? Ну, да, развлекательные больше. Естественно. То есть, которые вот для детишек, там, для всяких. Для всяких, такие мультики какие-то. Ну, развлекательные не только это включают. Развлечения для взрослых уже тоже бывают. Ну, просто такой. Ля-ля-ля. Ну, совсем. Ну, что ж, тогда, думаю, вот на этом можно закончить. Еще раз всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. В комментах можете писать, с кем мне еще можно так же душевненько пообщаться. Тебе спасибо огромное. Было очень приятно. Всем пока. Пока.